Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я Валерий Седов. 25 июля отмечается День сотрудников органов следствия России. И сегодня мы поговорим с Андреем Николаевичем Корновым, руководителем отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Наверное, хотелось бы начать с поздравлений органам следствия. Конечно! Поздравляю коллег с профессиональным праздником. Особенно приятно это делать в юбилейный год, в десятилетие создания Следственного комитета Российской Федерации. От всего сердца хочу пожелать здоровья и успехов в работе, чтобы все складывалось в жизни так, как задумывалось, и чтобы тот труд, который мы все делаем, приносил ощутимую пользу изменения в обществе и позитивные моменты. Давайте начнем с общего вопроса. Какими делами занимается Ваш отдел? Отдел по расследованию важных дел занимается наиболее резонансными уголовными делами, которые выходят из ряда типовых уголовных дел, совершаются не так часто и не имеют наработанной методики расследования. А что это за дела? Можете привести какие-нибудь примеры? Можно выделить три основных направления работы. Первое – это уголовные дела подсудные Рязанскому областному суду, это квалифицированные убийства, преступления, совершенные несовершеннолетними, либо в отношении несовершеннолетних, коррупционные преступления и налоговые преступления. Расскажите о самых интересных делах, самых запомнившихся делах. Последние уголовные дела, которые запомнились, это уголовные дела о налоговых преступлениях, где действительно имела место интеллектуальная битва налогоплательщика и следователя в рамках доказывания тех или иных схем уклонения от уплаты налогов. В отличие от бытовых преступлений, которые на волне эмоций внезапно совершаются, в общем-то оставляют явные следы преступления, и расследовать которые уже не представляют великого труда, налоговые преступления – это преступления, которые планируются тщательно, в течение длительного времени маскируются, и выявить данное преступление, доказать его умышленность, что эти изменения в регистры бухгалтерского учета внесены, не случайно, не по неосторожности, а именно умышленно, с целью непоступления денег в бюджетную систему Российской Федерации, это труд следователя, значит, его искусство проведения следственных действий, взаимодействия с оперативными службами, с федеральной налоговой службой, с экспертными подразделениями, и как итог – это совокупность доказательств, которые являются достаточными для предъявления обвинения в направлении уголовного дела прокурору для утверждения о виде заключения и последовательное рассмотрение дела в суде. Вы говорили про интеллектуальную битву между следователем и налогоплательщиком, который уклоняется от оплаты налогов. А можете рассказать подробнее, привести примеры, как все это происходит? – Да, конечно, могу привести примеры, когда налогоплательщик, трактуя налоговый кодекс, разъясняющий письма Федеральной налоговой службы, находит, как он считает, лазейку, возможность не платить значительную сумму налогов. Следователь, оценивая эти действия, доказывает о том, что это не просто заблуждение, основанное на неправильном понимании закона и подзаконных нормативных актов. Это умышленная деятельность, замаскированная под такое непонимание, направленная на неуплату налогов путем искажения бухгалтерской документации. Порой достаточно грубое искажение этой бухгалтерской документации, когда меняется хронология хозяйственных операций, меняются суммы сделок, размер полученного дохода. И, грамотно выстраивая взаимоотношения с Управлением Федеральной налоговой службы, с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области, проводится комплекс как следственных действий, так и оперативно-нажесных мероприятий, изымаются документы, которые свидетельствуют о том, что это действительно злой умысел, что люди умышленно не платят налоги, стараясь получить выгоду как для развития своего предприятия, так и для себя лично. А много таких людей, которые решили, что они умнее системы? Достаточно много, и, что интересно, количество их не уменьшается. Те примеры, которые у нас имеются, когда на стадии суда, исследовав доказательства и в арбитражном процессе, и в уголовном процессе, однозначно делается вывод о том, что налогоплательщик обязан был уплатить эти налоги, и, мало того, он действовал умышленно целью их неуплаты, но для других и не является каким-то примером. Значит, все почему-то считают, что они гораздо умнее тех, кто не смог доказать свою правоту, и вот именно у них это получится. Надо отметить, что, конечно, ряд схем на данном этапе не удается раскрыть полностью, какие-то элементы остаются неизвестными, но это вопрос времени, потому что любое преступление оставляет следы в объективной реальности, понимая, как эти преступления совершаются, что люди делают, значит, чтобы получить преступный доход и выгоду, рано или поздно все эти преступления будут раскрыты. Примером тому является такое еще направление деятельности, как раскрытие преступлений прошлых лет. В прошлом году было направлено в суд шесть таких преступлений, в этом году, на данный момент, пять таких преступлений, отделом проследовательства важных дел, причем одно из этих преступлений действительно было совершено достаточно давно, долгое время ушло на доказывание. Виновности обвиняемого очень сложная была ситуация, было проведено порядка шести судебных экспертиз. Я хочу выразить глубокую, как бы сказать, уверенность в том, что, ну, правда, всегда должна торжествовать, что действительно вот это взаимодействие профессионалов, как в следственных органах, в оперативных службах, в экспертных учреждениях приносит свой результат. И по тому делу, о котором я сейчас рассказываю, эксперты очень детально изучили картину преступления, выявили следы преступления, которые указывали на виновность обвиняемого. Было положено это в основу обвинения, и полагаем, что будет положено в основу приговора. Но все же, говоря о следователе, мы представляем себе эдаких Шерлоков-Холмсов, которые расследуют непосредственно убийство. Давайте поговорим о делах этой направленности. Вот расскажите какое-нибудь интересное дело. Последний год таких дел было несколько. Это были уголовные дела о заказных убийствах, исполнители которых в настоящее время осуждены к длительным срокам лишения свободы. И описывая данные уголовные дела, следует отметить, что они имеют межрегиональный характер. Порядка года шла подготовка к совершению данных преступлений. Люди детально изучали образ жизни, места частого пребывания, отслеживали пути передвижения потерпевших, исполняли свои преступные действия, скрывались вплоть до территории иных государств. И полагали, что неотвратимость наказания их не коснется. В результате наступательных действий виновные были установлены, путем экстрадиции были доставлены с территории других государств. Значит, оценены наши доказательства были, в том числе, иностранными судами. Были отвернуты все доводы относительно каких-либо политических составляющих в данных действиях следователя. Осуществлялось доказывание, шаг за шагом устанавливалась картина подготовки к преступлениям, непосредственно картина совершения преступления. Все следы преступления соединились в единую картину, в которой описывалось постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявлялось это постановление обвиняемым. Изучались те аргументы, которые в защиту свою заявляли эти люди, и давалась окончательная оценка. Ну вот наступательные действия. Расскажите, что это за наступательные действия? Как удалось найти обвиняемых по каким следам? Тонкости профессии раскрывать не буду, потому что нас смотрит достаточно широкая аудитория. И, в принципе, преступления эти раскрываются, в том числе и потому, что люди складывают мнение о нашей профессии, исходя из тех фильмов, которые они смотрят по телевидению. И полагают, что если в такой ситуации окажутся они, то они, конечно, смогут обхитрить этого следователя, следователи, которые вам показывают по телевизору, и сделав ряд нехитрых движений, как то капюшон на голову и быстрый шаг, значит, потом переезд из города в город и пересечение границы делает их абсолютно недосягаемыми для российского правосудия. В настоящее время хочу отметить, что и криминалистическая техника сделала не то, что шаг, а колоссальный рывок вперед. И те следы преступления, которые 10 лет назад невозможно было идентифицировать и определить идентичность конкретному человеку, в настоящее время являются системной работой. И сбор этих доказательств позволяет доказать вину и привлечь человека к ответственности. Но, может быть, все-таки есть какое-то уголовное дело, которое уже давно закрыто, которое уже дело давно минувших лет, и про которое мы можем рассказать детали, как нашли такого человека. Если касаться истории, то, наверное, лучше перейти к преступлениям коррупционной направленности, потому что за последние 10 лет достаточно много громких уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц, направленных в суды, вынесены приговоры, достаточно громкие, которые освещались достаточно широко. Тоже картина схожа. Люди тщательно готовятся к преступлениям, продумывают каждый свой шаг, но тщательное изучение их преступной деятельности позволяет найти тот или иной момент, на который можно опереться и доказать виновность. Какие-то примеры приводить очень сложно, потому что каждое дело индивидуально, что касается и налоговых преступлений, и квалифицированных убийств, и коррупционных преступлений. Так или иначе отложилось каждое дело, потому что каждое дело – это такое событие, которое не выпускаешь из головы на протяжении длительного времени, анализируешь, думаешь, оцениваешь. А считали ли вы, сколько дел вы закрыли? Ведет ли следователь учет своим делам? Безусловно, каждый год составляются отчеты о количестве уголовных дел. Считается, но вот такой статистики я не веду. Значит, общее количество дел, оно огромное, потому что коллектив – это 10 человек, каждый из них расследует значительное количество уголовных дел, и за те 10 лет, которые я в этой должности, 11 лет, наверное, уже теперь, значит, это количество достаточно большое. И здесь даже измеряется не количеством, а качеством, потому что эти дела все уникальны. И не раскрывая подробности, хочу сказать, что некоторым делам нет аналогов. И после того, как в этом году был вынесен приговор по такому уголовному делу во всех комментариях по Уголовному кодексу, четко указано, что вот теперь эти преступления должны квалифицироваться именно так, потому что были сомнения, что никогда таких приговоров не выносилось, никогда эти действия не квалифицировались таким образом. Но мы четко понимали, что это правильно, именно так нужно квалифицировать данные деяния, и именно в таком объеме люди должны нести ответственность именно с такими наказаниями. Значит, эти события должны проходить через суд, и мы нашли понимание, и в прокуратуре суд также с нами согласился, и тоже я считаю, что это торжество справедливости, которое является результатом нашей работы и целью нашей деятельности. Андрей Николаевич, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова